МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там, под конец, так глубоко, меня оно прям засасывало. Та-ты что? Ну, ты справилась? Все хорошо? Да! А помнишь, как здесь летом было классно розовое, да, все было? Да, мы туда ходили. Мы ходили далеко-далеко вон туда? Вон туда. Да. Все было в соли, тапки в соли вязли, да, кто-то там тапки свои потерял. Сосык Сиваж дает такую красивую розовую картину. Академия Сиван там. Давай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы поехали в Евпаторию. Благодаря вашей помощи тоже часть своих расходов покрыли. Да, спасибо огромное. Покроем еще, мы только приехали. Помните, мы летом приезжали, как она красивая была, розовая соль такая была. Сейчас она выглядит вот так зимой. Кто не видел, подсказка сверху. Обязательно посмотрите, очень красиво. А также спонсор сегодняшней нашей поездки – кэшбэк-сервис SmartySale. Регистрируйтесь, выбирайте магазин, ваш любимый, да, ну, к примеру, Букинг, да, чтобы забронировать жилье. Он вас посылает на сайт. Вы бронируете жилье по такой же самой цене, как и напрямую в Букинг, если бы зашли. И вам еще возвращается процент. Многие из вас совершают покупки в интернет-магазинах, это очень экономит ваши средства, чем ходить в обычные магазины в вашем городе. А когда можно сэкономить еще больше, так это вообще прекрасно. Поэтому мы рекомендуем для вас кэшбэк-сервис SmartySale, с помощью которого вы можете сэкономить до 50% на покупках в интернете. По-моему, круто. Да, тем более в этом кэшбэк-сервисе более 1100 магазинов. А что особенно удобно, то, что все это можно сделать в телефоне с помощью мобильного приложения SmartySale, которое работает как на Android, так и на iOS-системе. Вы все равно заходите совершать покупки в эти магазины? Если через этот кэшбэк-сервис, вам еще будет возвращаться денежка. Чем плохо? Отлично. Да, вы потратите себе на какую-нибудь новую шмоточку или поездочку, что очень приятно. Ладно. Ссылочки, все ссылочки будут в описании. Проходите, регистрируйтесь и делайте для себя приятное при покупке в интернет-магазинах. Экономьте на покупках в интернете. Поехали. Это что? Это змей. Чуть не наложил в штаны. Думаю, блин, как защищаться? Защищу, палка есть. И стоим, вещаем, такие вещаем. А сзади такое, мы же не видим, а сзади такой поднимается, да? Да. Анаконда такая. Опа, Юля, удачи. Опа. Он такой быстро хайп-хайп ловил. Продолжай снимать! Прокричала Юля. За богу, анаконды. Ездим по отелям, снимаем на самом деле, что как происходит. Нравится, не нравится, вот наше впечатление, а вы уже решаете, ехать туда или не ехать туда. Мы для себя набросали там несколько вариантов, чтобы было не сильно по карману там, да, било, чтобы такие недорогие. Это не в центре Епатории, там на Симферобольское шоссе, Симферобольское. Да, вот кольцо сюда раз-раз, видите, где флажочек. Сейчас, сейчас, здесь вот, прямо на берегу, считай. Да, у них там свой выход на пляж. Здесь чуть-чуть дальше, 4-звездочный отель Рибера, по-моему, называется. Сейчас у нас, получается, 5-местный номер со своей веранды, с выходом на пляж, будет стоить 2 200, по-моему, или 2 400. Ну, мы сейчас точно вам скажем, потому что... Пик сезона, с 25 июля, по-моему, пока не с августа, 8 с чем-то стоит этот номер. Да? Ну, он на 5 человек. Нет, ну, 5 человек, да, 5 человек, это большой номер, он 2-комнатный, да? Да, это самый дорогой, мы сейчас выбрали. Надеюсь, он будет свободен, потому что мы не бронируем. Да, мы ничего не бронируем, мы едем вот так вот. Есть место, нет, едем в другой, потому что несколько набросали себе моментов. А тут 3 тысячи. А ну, покажи, вот оазис, а вот Донна Роза. Я старый солдат, не знаю, слов любви. А вот оазис, в такой пиратском стиле, нам понравился, сейчас посмотрим, что там как. Это наша тыль. Да, нравится? Мы же пираты. Мы же пираты Карибского моря почти. Пираты Карибского моря почти. Пираты Карибского моря почти. Пираты Карибского моря почти. Да, хорошо. Я сюда буду, пожалуйста. О, есть такой пластик, сразу площадочка. Так, крючки оставляем здесь на подоконнике, изнутри можно закрыться. О, спасибо. Также порой от Wi-Fi, но выбирайте не оазис 2, 3, 4, это же в самом корпусе, а оазис Корсар, либо ресторан. Хорошо, спасибо. Оставляем пульт от кондиционера, включите, чуть попозже в горничная принесет еще дополнительные комплекты белья. То есть здесь уже все заправлено, 2 подушки, 2 одеяла. То есть вам еще как, сколько вам где-то надо? Бабушка с дочкой вместе или парень? У вас раскладывается, да, большой диван? У вас большой раскладывается. Ну вот, нормально же вы вдвоем поместитесь? Да, он большой, удобный. Да, он большой, удобный. Вот у нас ванная, душевая кабинка, раковина и туалет самый важный. Сама у меня вот еще будет, видите, как хорошо, фенчик, шампунь. Мама всегда его забирает на всякий случай. Мама на всякий случай вдруг где-то не будет, а у мамы уже будет шампунь. Душа и каран. Мусорка, туалетная бумага. Яна все досконально рассказывает. Шкафчик. Привет. Тут может реально остановиться пять человек, потому что здесь двухспальный диван раскладывается. Здесь двуспальная кровать, еще есть кресло, которое тоже можно разложить. И это будет еще дополнительное, вот пять. Сейчас понюхаем. Прикольно. Новое, новое. Вот чайник, там утюг еще. Вот тут все такое, кухонное. Кухни у нас нет. Ян, я не люблю, когда ты бегаешь на кровати. Хватит. Не хватит. Папа, я пойду на площадку. Бедный папка, давай помогу тебе. Чип и Дэйл спешит на помощь. Ну что, Вячеслав? Чип-чип и Дэйл к вам спешат. Чип-чип, чип и Дэйл лучшим всех. Мужчина, мужчина-праздник. Пора вела. Что провела? Рум-тур. Рум-тур? Рум-тур, какое рашное слово. Говорит, будете уходить, ключики оставьте мне на вахте. Мало ли что. Хм. Побежали. Побежали. Нельзя, наверное. А я пошла. Побежали обратно. Ой, ну я и набегалась. Ну сначала мы пойдем на площадку. Морячок залазит. Смотри, какие горы песка. Пойдем посмотрим. Это, наверное, завезли. Немиралась на самый верх. Это ж не море сюда их размывало, а завезли, да? Туалет. Туалет. Есть для инвалидов. А, для инвалидов есть? Ну да. Для людей с ограниченными физическими. Ну да. Такая теневая зона, да? Ну да. Класс, можно вообще балдеть здесь. Свой пляж, можно сказать. Вот я не пойму, это разровнять должно ли что-то. Ну да. Наверное, чтобы он не вымывался. Может, его сюда выгребили. Новый завезли. Я не знаю. Морюшка сегодня шикарная. Сейчас, наверное, перекусим и пойдем в город. Гулять. Гулять. Рассказывать вам интересные исторические моменты. Да, Юль? Не знаю. Меня не дал. Ух ты. Рапан. Тут есть ресторан. Сейчас посмотрим, сколько чего стоит. Какое красиво. Здрасте. Как будто на корабле. Все что можно позавтракать, да? Да. Блинчики. Пару штук от 50 рублей. Сырники 110 рублей порция. Вот 150 грамм. Так. Омлетик. Омлет 110 рублей. 110 грамм. Цены нормальные. Они больше, не меньше, чем в любом кафе. Пишут пансионат, пансионат. Да, ты что? Да, здесь у них всякие разные услуги. Велес. Велес вот гостиница. И Донна Роза. Андрюша нормально показал. Как раз в Донне Розе есть магазин продуктовый. Да, очень мне нравится. Удобненько так. Оказывается, магазин закрыт. Он летний. Какое расстройство вообще. Так рядышком было хорошо. Хорошо, что у нас машина есть под боком. Здесь буквально 200 метров проехали. Можно было и пешком. Ну да. Все хотят есть. И вот здесь магазин есть. Народный. Все, вышли на прогулку. От этих отелей до церквей. В общем, один километр. Сначала у нас на пути будет армянская церковь. Религиозный храм армян, который расположен на западном побережье Крыма. В основном они все как-то сосредоточены больше вот там центральный, старый Крым. Ну вообще, это как и в Паторе. Это такое вот за две с половиной тысячи лет в себя вобрало очень большое количество там народов. Их там различных конфессий религиозных конфессий. В общем, все так тут смешалось. Тут просто вот, не знаю, сосредоточена масса всяких архитектурных памятников разных народов. И православные, и мусульманские храмы, и иудейская синагога, и караимские кенасы. Я хочу про караимов немножечко узнать больше. И очень вкусно они готовят, я знаю. Поэтому мы обязательно попробуем. Мы вам покажем, что это, и расскажем. Ну все, погнали. В общем, очень много всего интересного, поэтому будьте славы. Вот трамвайчик. Это тоже местная достопримечательность в Паторе. Потому что больше нигде, в Крыму больше трамвайчиков нету. А вот памятник. Ездят очень любые. Памятник трамваю старому, смотри. Пойдем, пойдем. 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 О, класс. Ха-ха. О, памятник трамваю Гота. В честь знаменательной даты, столетия, открытия трамвайного движения в городе Евпаторе. Вот так вот. Сотка. Деревянные еще внутри сидения. Деревянные сидения внутри. Класс. Смотри, какой он узкий, слышишь? Ха-ха. Ровный тротуар. А у нас в Ялте... Их вообще нет. Да. У нас только кататься на набережной можно. Так можно сказать. Вот так вот. Кстати, проходим вот казармы Росгвардии. Я, честно, не вникал, сейчас что в голову пришло, Юля спрашиваю, что Росгвардия. Я говорю, это между полицией, ППС, да, и ОМОНом. Вот что-то средняя Росгвардия идет. Ну я просто не понимаю, зачем им казармы? То есть полиция вот живет дома себе полицейский, пришел на службу, пришел поработал. А им зачем? Ну как, ну они служат по контракту, походу. А, это такой контрактник? То есть у них типа общежития свои, там, да, вот Копла? В общем, пишите в комментариях свое мнение. В общем, объясните мне. Вообще, нужны ли они? Кстати, очень интересно, кто видел хоть раз жизни настоящего караима? У меня родители видели, у них дядька знакомый был в Ялте. Говорят, их 2019 человек осталось на весь мир. Почему 19? Потому что... Ну говорят, 2000 человек на весь мир, да. Не, ну пусть будет 19. В самом числе на Росгравдии. Вот мы сравнивали, да, Евпаторию, типа, вот Анапа похожа на Евпаторию. Но все-таки Евпатория, вот, ну вот как-то я не знаю, тут... Вот Анапа, можно сказать, новодел, да? А тут идешь, и тут попадаются такие вот старинные здания. Да, они все тут через один, даже больше. Через один, но как бы не один, это вот новое, допустим, да. Ну вот, не знаю, тут, если вот везде положить вот так вот плиточку, это будет вообще супер. Вот именно, чтобы были красивые тротуары. И, конечно же, сделать здание красивым. Ну, потому что вот тоже, видишь, агрызками такими. Там пообвалилась, там обшаркнули. Ну вот тоже видно, что старенькое здание будет, но оно капец вообще. А куда он так дал? Хочется, чтобы реставрация была. Потому что оно, блин. Смотри, как прикольно. Да, улочки такие? Блядь, он вообще, посмотри, розетец какой, блядь. Это же двери, дверям уже, я не знаю, больше 100 лет однозначно. Что написано? Да раньше такие делали. Экстра. Вторая зона. Ира, а ты чувствуешь запах? Я так понимаю, рядышком хлебозавод? Нет. Да. Посмотри сюда, на вот это здание. Я вот смотрю и удивляюсь. Я уже его пофоткала, такой домик Карлсон, она очень красиво выходит. Ой, как пахнет вкусно. Я могу прям... Хорошо, что поели. Так что ты только поела. Так что это и дело. Сейчас зато просто наслуждаюсь ароматом. Вот из-за наличия в евкатуре многоконфессионального вот этого общества всего, да, здесь вот самый главный, я не знаю, экскурсионный маршрут Малый Иерусалим, да. То есть вот старый город, сосредоточены в основном вот храмы разных конфессий. Так что очень интересно. Сейчас мы идем, я так понимаю, это, как это, ворота дровяного базара. Это, кстати, новодел, это остатки ворот, получается, древней крепости, но в 20 веке они были разрушены, и это они восстановлены. Но они как бы так и выглядели. Вот это в тему построено, да? Да, симпатичная в тему. Я думаю, что вряд ли это отреставрировано, это новодельное, но оно очень вписывается. Джеваль. Джеваль. А, это Джеваль. Это Джеваль, да. Понятно. А, это отель Джеваль. Отель Джеваль. Да, это татарский такой вот. Хорошее месторасположение, сразу говорю, отель Джеваль. То есть мы уже вам 4 отеля рекомендуем, можно сказать, так, по месту положения просто. Пойдем перейдем дорогу. Самое главное, что все рядом. Нам будет переходить. Подождите, нет, мы туда должны переходить. Ну вот нам пешехода. А Епатория уже цветочки посадила красивенько в кашпо. Слушай, а это не капуста, нет? Нет, это не капуста. Какая капуста? Ну ты что? Дай так проведу. Забыла, как называется. Ой, пахнут как... Ой, как пахнут! Божественно, просто божественно. Юля, ну пахнет розами. Ну это примула, насколько я понимаю, декоративная плетя не пахнет. Елки-палки, как же пахнет. Кстати, вот... Кофейня есть наверху в этом, вот, в этих воротах. Тихо, дай я. Это брусчатка, Яна, так раньше всегда делали. Мне нравится. А Яне не очень. А все равно, ты глянь. Сейчас будет мелкая брусчатка, Яна. Слава, снимай, как я на плет. Да снимаю, снимаю. Я хочу снять вот сзади. Вот! Да, вот хлеб-кабинат. Я же говорю, вот труба. Что там, евпаторийские новости? Проверено, понимаешь?